Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 10 главу. С 30 стиха мы прочитаем эту притчу о добром самаряне, мы же в Самаре, самаряне вы не в Самаре говорили? Да, суправы. Суправы, точно? Супраняне. Вы не правы, да? Знаете, да? Потому что мы суправы. Всегда знал, что вы правы, центр мира. И сейчас вот подтверждение. Итак, 30 стиха. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Верехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его и его живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаряне же, некто, проезжая, нашел на него и увидел его и сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если сдержишь, что более, я когда вернусь, отдам тебе. Аминь. Известная история. Я ее хочу, как бы, взять за основу того, что я хочу сказать. Что-то мы разберем, что-то нет. Но, знаете, вот первое, что я хочу сказать, это, как такой лозунг, девиз, да, что твое помазание, оно не для тебя. И это очень важно понять, потому что, если мы это не поймем, мы пройдем мимо. И вот этот человек, у которого оказалось масло и вино, и который потратил это, да, на другого человека, потому что у него это было, потому что ситуация того требовала, он был готов это сделать, и он это сделал. И другой момент, который я хочу сказать сегодня, такой базовый, это то, что мы, вот, у нас было последние три проповеди, которые я проповедовал, и я видел даже, что люди немножко устали, мы много говорили и говорили о грехе, говорили о грехопадении человека. И я сказал такую вещь, что, на самом деле, если, ну, как бы, если проповедь о грехе правильная, то грешники радуются. Знаете, потому что в этом и заключается послание Иисуса Христа. Что, ну, так случилось, что, ну, вот, мы попали, человечество попало. Вот этот вот парень, который шел из Иерусалима в Иерихон, он, как вы думаете, вот, виноват был там во всем, что с ним произошло? Разбойники напали, правильно или нет? Знаете, вот эту весть Иисус нам и приносит на самом деле. И нам, как христианам, ее очень важно понять. Иначе мы не сможем быть христианами настоящими. Ну, прям вот так вот я хочу заявить это. Если мы не поймем, что вся проблема действительно в разбойниках, в грехе, там есть еще одна проблема. Я ее сейчас вам покажу. Там есть такая, да, вот, основная проблема этого человека, это то, что он шел из Иерусалима в Иерихон. А есть люди, которые вот так не ходят в этой дороге вообще? Что такое Иерихон? Это проклятый город, это город греха, это символ греха, символ похоти, символ плоти. А что такое Иерусалим? Это город Бога, это город Бога живого, это верующие, это церковь, это благословение, это Божье присутствие, это Иерусалим. Иерусалим, это то, что вот Бог задумал. Мы в откровении видим, вот небес Тарвиса, вот он город, спускающийся с небес от Бога, да. То есть Авраам искал города, написано, да. Ожидали они, да, ожидал города того, где Бог будет жить с людьми. И вот, ну, мы уже это сегодня слышали, да, и вообще мы это уже понимаем как христиане, что в принципе вся проблема человека это вот именно из-за того, что он ушел от Бога. Да или нет? То, что вот так получилось, что он ушел. Это я увидел просто во время все засмеялся. И другими словами, да, что мы вот в этой истории видим, что этой дорогой шел не только этот человек. Правильно ли? Все эти люди, написано, шли той уже дорогой. Левит, священник и даже самарянин шел той уже дорогой. И поэтому вот давайте откроем Римлянам 8 главу. Прочитаем уже, как Божье Слово говорит, чтобы не просто цитировать, хотя знаю это наизусть. Это то, до чего мы с вами вот добрались вот в этих трех проповедях, размышляя о грехе, о греховности. Восьмая глава, с третьего стиха. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех воплоти. И вот я даже никогда раньше не размышлял над тем, что там написано так основательно. Я уже с вами делился, я говорил, что, ну, когда я слышал это, да, что Иисус пришел в подобии плоти греховной, осудил грех воплоти, и мы так вот, ну, слышим, ну, конечно же, Иисус осудил грех, да, грех это плохо, правильно? Ну, так ли он осудил грех, и это ли это означает, да, что он пришел в подобии плоти греховной и осудил грех воплоти. Другими словами, мы знаем, что самарянин этот, он, ну, как бы, вот, да, прообраз Иисуса Христа, да, уже, как бы, есть такие символы, есть такие мнения, что, ну, и не только, да. Но сам факт, что Иисус был воплоти, Иисус жил воплоти, Он полностью жил воплоти, Он знает, что это такое. И Он дает нам вот через то, что Он жил в плоти, но Он жил в плоти по духу, аминь, Он жил в плоти по духу, и Он не согрешил, Он не грешил. Другими словами, Он был на той же дороге, да, Он вот, ну, то же самое ощущал, но не согрешил. И этим самым Он показал, что жизнь без греха возможна, жизнь по духу возможна, победа есть. Он сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И то, что Он осудил грех воплоти, это Он действительно нам показывает, что не вся проблема только в нас. Понимаете? Не вся проблема только в тебе. Знаешь, религия и сатана, они хотят тебе навязать неправильную мысль. Она логичная, да? И все люди так живут, что вот, ты грешник, греховен и так далее. И частично это все правильно, это все так и есть. Но Иисус и осудил грех воплоти именно вот через то, что Он вскрыл, что во всем виноват грех. Другими словами, в этой истории разбойники были виноваты. Правильно или нет? Да, человек шел той дорогой. Он шел той дорогой. Он жил воплоти. Плоть противится Богу. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Все люди живут по плоти. Никуда от этого не денешься. Плоть противится Богу. Они ходят этой дорогой. И этой же дорогой шел священник, и этой же дорогой шел левит. Понимаете? И это говорит нам о том, что и сейчас, и давно уже, как бы, христианство такое визуальное, снаружи, оно на самом деле не имеет победы. Религиозное христианство, оно не имеет победы. Оно ходит там же. Оно живет тем же. Оно делает вид часто, что у меня есть победа. Знаете? И это вот, на самом деле, вот, это реальность. И мы вот с этим часто сталкиваемся. Поэтому, вот, в этой истории, как бы, мы должны сделать вот это разделение провести, да, и понять, что мы вот не должны быть вот в этой категории. То есть, мы можем быть, попасть под разбойников, и мы должны потом стать самарянином. Но вот этой средней категории, которая просто посмотрела, просто прошла мимо, мы не должны быть. И вот я сегодня, в начале, как бы, об этом говорил. Ну, вы даже не представляете, как много людей живет в этой категории. Вот, в этой категории жить проще всего. Не с точки зрения даже легко жить, жить всем трудно. Просто, оно так, знаете, само собой получается. Когда, ну, мы же действительно часто живем так, что, ну, у нас, как бы, вот, проблемы других не волнули. Правильно? У нас какие-то есть свои проблемы. Мы живем так иногда, что... Почему они не остановились? Я говорю, там было несколько, может быть, мотивов. Один из них, чтобы, ну, не спалиться самому, что я той же дорогой хожу. Я сейчас начну ему помогать, он мне потом скажет, а ты что, там тоже был, что ли? У тебя тоже похожие проблемы, что ли? Ты как там оказался-то вообще? Знаете, вот, иногда многие люди не хотят, как бы, идти в своем христианстве осознанно, в этой вот настоящей борьбе против греха. Что за настоящая борьба против греха? А это, по большому счету, быть, как Иисус, ну, в том смысле, что Он любил грешников. Он был с грешниками. Он ел с ними. Он был открыт для них. Он их не осуждал. Почему Он так мог делать? Потому что Он осудил грех. Потому что Он знал, в чем вся причина. Понимаете? Потому что вот это вот, пришел в плоти греховный и осудил грех во плоти, это достаточно глубокая мысль, чтобы вот отделить грех от человека. Мы, я говорю, я, проходя тут какие-то свои жизненные ситуации, просто немножко, я как бы, ну, я не расстроен, но я в шоке. Насколько христиане не способны сострадать и сочувствовать. Насколько мы, как христиане, больше готовы взять камни и побивать, знаете, или, там, критиковать. Вот малейший повод, малейшая причина. И вот в этой ситуации, вот эту позицию мы всегда готовы занять. Знаете, вот в Библии не так много мест, где христианам рекомендуется, как бы, отойти в сторону от человека и не помогать ему. Знаете? Ну, то, что я вижу в церквях происходит при малейшем поводе, при малейшей какой-то проблеме у человека, осечке человека, да, или что человек не получается, христиане тут же отходят и вот, ну, ой, это не чисто, я это поддерживать не буду, я с этим не буду и так далее. И я вам просто говорю, что, знаете, у меня нету, если честно, у меня нету никакой претензии никому. Я просто это увидел. Я просто думаю, как мы вообще можем быть христианами? Как вообще мы можем проповедовать Евангелие, если мы его совершенно не понимаем? Если мы думаем о том, что как-то человек там упал, подскользнулся, проходит какие-то испытания или еще что-то, мы обязательно должны его осудить, мы обязательно должны ему там что-то еще бросить в сторону, вместо того, чтобы поддержать, вместо того, чтобы укрепить, вместо того, чтобы встать там за него, молиться за него, я не знаю, не способны, оказываемся, не способны. То есть вот, я говорю, в Библии намного больше вещей, особенно в Новом Завете, насколько мы должны там и брату прощать, семь, до семидежды семидесяти там, да, то есть этих мест намного-намного больше. Но и в отношении, как бы, встать на другую сторону, встать и осудить, встать и бросить камень, мы совершенно, знаете, мы прямо во многих ситуациях реально мы исполняем волю дьявола. По-другому не скажешь. Потому что мы, а знаете почему? Потому что мы не понимаем суть. Мы не понимаем вот это, что грешен, на самом деле грех. Что, понимаете, вот этому человеку, у которого напали разбойники, ему можно было, наверное, что-то сказать, а что ты тут поперся сюда вообще? Конечно же, ты шел из Иерусалима в Ерефон. Конечно же, что с тобой еще случится, знаете? И вот здесь вот все готовы этому человеку, ну, как бы, проходящей что-то сказать, знаете? Я сейчас говорю не только о своей ситуации. Мне просто в последнее время много приходилось бороться за людей. Знаете, по-настоящему бороться. Именно вот так, как ты... У тебя стоит выбор, знаете, вот... Вот я помню, я вам недавно рассказывал про Лешу Лаврушину, да? За которого мы боролись. Это механик наш. И... Там была тяжелая ситуация. Человек пить совершенно отказывался бросать. То есть он говорил, что... Даже думать об этом не хочу, что я должен бросить пить. Вот даже не говорите мне ничего. И не помогают никакие неразумные доводы, ничего. И я помню, однажды мне... Я стал перед выбором, когда его привозил там второй раз или третий раз. Сидела мама, сидел он, пьяненький. Я готов был забрать его в центр. Я был в Москве, был на машине. Все вроде складывается, могу тебя забрать. Ты вроде опять все понял, там и так далее. Но он сел передо мной и говорит, если ты не разрешишь мне курить, то я не поеду. И все. И вот он так вот сказал. И мама устремила весь взор на меня. И мне пришлось вот... Ну и я понимаю, да, я могу сейчас сказать. Даже не говоря об этом. И так далее, да. Я об этом рассказываю. Это моя частная ситуация. Я тут никому не пытаюсь что-то сказать, как ему там поступать, с какими-то людьми. Но мне пришлось сделать выбор. Спасти человека, как я на тот момент видел. Попытаться спасти человека или остаться внутри себя правым. И потом, может быть, даже эта ситуация привела к тому, что и в центре там стали курить. И сейчас до сих пор курят. Но я лично, я верю в Иванович. Знаете, и... Как бы, грех он не в этом. Знаете, что там, курит человек или не курит. И вот даже с тем же Лаврушином он добавил, еще раз приезжал, еще раз приезжал, еще раз. В итоге вот недавно пришла эта радостная вещь, что Алексей ходит в церковь, и уже сам борется. Человек был совершенно безнадежный. Меня обудрил потом. И, кстати, вот один из таких ключевых моментов, который был... Это сначала был энкаунтер у нас. Мы молились за него, и он чуть-чуть пошел вперед. И потом была конференция, или наоборот была конференция, я вызывал старших молиться за этого человека и за других ребят. И он тоже по чуть-чуть пошел вперед. Знаете, вот... Я бы очень хотел, чтобы люди шли вперед быстро, знаете. Чтобы жизни менялись быстро. Чтобы люди в христиан превращались быстро. Знаете, мы... Я заметил, что многие, даже кто со мной начинал, они остановились только из-за того, что они не увидели, что у людей, которым мы помогаем, что-то быстро стало получаться. Просто вот опустились руки, приткнулись, и человек мне сказал, да они все курят, я не могу им проповедовать. Это было еще в самом начале реп-центра. То есть, когда мы там начинали, и... Вот он мне так сказал. Я говорю, а я считаю, что, ну, я буду им проповедовать. Я не могу решить эту проблему, но я верю, что Бог может решить эту проблему. Да и не эту проблему нужно решить. Правильно или нет? И, ну, я вот как бы... Понимаете, про это, что... Мы в своем христианстве, ну, как бы, тоже не хотим, как бы, вот пачкаться, знаете. И много раз не готовы делать даже то, ну, вот, что мы должны делать, что мы обязаны делать. Я вижу много грустных христиан, которые не молятся ни за кого, не возлагают ни на кого руки, только работают, зарабатывают деньги, и с каждым днем, как бы, вот, ну, решают какие-то свои проблемы. Так у них снаружи все выглядит хорошо, но... Они на самом деле я не думаю, что они там, где бы Бог хотел их видеть. И опять же, я не сужу. Я когда-то сам был в этом. И то, что я увидел, когда, ну, Бог начал меня... Повел меня, это все началось в 16-м году, я думал, что я... Мне больше нравилось всегда проповедовать. Мне и сейчас больше всего нравится проповедовать. Но Бог почему-то так повел меня, что я почти на... Ну, на таких служениях первоначальных Он меня стал побуждать молиться за людей. Возлагать руки и молиться за людей. И вот, если кто помнит, даже из ребят, вот там, кто в Уфе был или в Москве, что мы там в Москву приехали, мы давай молиться за людей. Я думал, никто не выйдет, знаете, когда я это стал предлагать делать. А потом вышли все, да иди, ну, вообще. Потом мы приехали в Бирск, и там вышли все, знаете. И я еще сам был, как бы, человек такой, знаете, ну, вроде кто я и что я. Да? Ну, как бы... За меня и самого можно было молиться, да и вообще я еще молиться. Да, проповедовать могу, да, у меня послание есть, слово есть, но вот молиться за людей, возлагать на них свои руки, ну, а если не исцеляться, а что говорить, когда молишься, а как это вообще молиться за людей, знаете. Потом я вспоминал, вот недавно я вспомнил Рету, где я был в Самаре, меня Бог там тоже побуждал, как-то начал так побуждать, что я помню, как за нас молились испанцы, я помню, как один человек свидетельствовал мне, когда я только попал в Рету, он, в общем, так вдохновенно рассказывал об одном вечере, на который их позвали, им проповедовали, а потом старшие испанцы не молились за них. И он мне так это рассказал, был Володя, человек, что я прям увидел эту картинку, потому что, ну, вот он смог мне передать, я сейчас понимаю это, да, что он что-то там пережил. Знаете, вот что-то там, вот именно в этом вечере я очень захотел попасть на такой вечер. Знаете, на собраниях я уже был, но я очень захотел попасть на такой вечер, потом, помню, когда-то этот вечер был организован, что-то подобное, за меня молились, возлагали руки, я что-то пережил, потом были конференции, где тоже молились. А потом я вот так очутился в Самаре, и мы уже там были старшие, мы вели центр, и вроде так более-менее все нормально, но вот я помню, мне пришла в голову эта мысль, я обратился к своему директору, я говорю, «Поля, а почему мы не молимся за людей, не возлагаем на них руки? Почему мы это не делаем?» Он говорит, на самом деле, ну, он искренний, мне понравилось, что он так искренне ответил, он говорит, «На самом деле не знаю. У нас раньше в Рету, там в Испании, вообще это было очень много и постоянно». Я говорю, «Ну, может, мы будем делать?» Он говорит, «Давай делать». И потом, помню, было какое-то собрание, говорю, «Поля, давай сейчас». Он говорит, «Давай». И я помню, я тоже, ну, мне было, знаете, так, неловко, первый раз это делать и выйти, что-то сказать, что будем, знаешь, потому что ты когда каждый раз вот к этому подводишь, ты вызываешь, ты говоришь людям, сейчас мы будем за вас молиться. И мне очень часто всегда так кажется, что не выйдет никто вообще. Ну, всегда выходят все практически. И вот, ну, многие. И я помню, мы вот в Самаре стали так делать. Мы один раз помолились, у нас атмосфера улучшила. Мы еще раз помолились, у нас атмосфера, улучшилась. Может быть, это, никто и не замечал, что это как-то с этим связано. Но я до сих пор знаю ребят, которые в Боге, вот именно, я видел, что оно там, с ними что-то произошло. Знаете? И вот, то поколение, которое вот, я говорю, что я, мне Бог благословил, и действительно, вот в первых годах своей христианской жизни я пережил пробуждение. Я видел, как Бог работает, спасает и исцеляет людей. Исцеляет, в первую очередь, духовно, освобождает от греха, увлекает за собой. Потому что, вот, ну, и вот эти ребята, за которых там молились, и потом, я знаю, что я ушел, и там, ну, как бы, заглохло все. Не потому, что я ушел. Может быть, потому что я ушел, не знаю. Но, но, я не знал, ну, как бы, я никогда с этим не связывал, но сейчас связываю, знаете. Потому что, именно почему-то, когда в 2016 году мы начали это, вот, наше служение, обновление, вот, Бог очень сильно стал побуждать молиться за людей. Возлагать руки и молиться за людей. И мы иногда хотим быть такой церковью, я заметил, что есть такие церкви, которые, ну, вообще, это как будто, ну, это не надо, знаете. Мы будем просто проповедовать, и Бог будет просто как-то там людей спасать. Я вам скажу, Бог не будет без тебя спасать людей. Если ты не будешь иметь ответственность ложить свои руки на человека, призывать Бога и верить в то, что Бог по твоей молитве дает Духу Святому, то церковь не будет ни расти, не умножаться. Это будет такая мертвенькая церковь. Может быть, или там будет умное учение. Потому что, знаете, я получил, грубо говоря, на выходе из пустыни, у меня было три с половиной года пустыни, как я это называю, когда я погрузился, жил тут и в репцентре, получил много откровений, каких-то таких внутренних, базовых. и по выходу я для себя получил одно из таких ключевых откровений, которые я буду практиковать и которые я хочу вам передать. Тем людям, которые, может быть, сейчас из других церквей, которые бы хотели, чтобы люди спасались. Это то, что пятидесятница в твоих руках. Скажи аминь. Пятидесятница на твоих руках. Пятидесятница это не то, что оставайтесь в Иерусалиме и ждите, пока получите силу. Это было для апостолов. Они остались в Иерусалиме и они получили силу. И если мы, знаете, а как это практикуется, да, что оставайтесь в Иерусалиме и пока не получите силу. Каждая церковь хочет, чтобы человек оставался у них. Каждое служение хочет побольше людей, потому что люди это и экономика, это и все, это и статус. И поэтому, знаете, вот в этом иногда, вот в этой интерпретации пятидесятницы есть заблуждение. Это мое мнение. Можете принимать, можете не принимать. Но я сам переживал и видел и до сих пор вижу людей, которых вот этим словом, да, просто там прибили, пригвоздили, сказать, оставайся, доколе не облечешься силой. И вот я понимаю, что фрагментарно, как бы, да, или как там сказать, да, иногда локально это слово тоже работает, да, кого-то нужно удержать, кому-то нужно это сказать, но для меня вот апостол Павел и вот то, что я вижу в пятидесятнице и вообще потом в апостольском служении, это именно то, что эти люди, апостолы и ученики, они верили и они знали, знали и верили, что Дух Святой сходит, когда они возлагают руки. Знаете, мы сегодня вот как бы зажаты тем, что мы не до конца это верим. Если бы мы в это верили, если бы мы действительно это как бы понимали, мы бы больше возлагали руки. Или ты не хочешь, чтобы люди получали Святого Духа? Ну, как мы думаем? Ну, кто я? Апостол, что я? Как я? Пусть кто-нибудь. Но вот реальность для меня сейчас заключается именно в том, что вот без вот этого, без твоего участия Бог не собирается двигаться. Он как бы это показал, Он это объявил. Мы все, знаете, я вот слышал такой вопрос одних людей, или там эта история была, может она и была, я не знаю, типа один проповедник ехал в поезде мимо какого-то города, помолился и на них там, у них началось пробуждение. Иду к святой, Саша. Это было его? Эван Робертс. А? Эван Робертс. Эван Робертс? Да, пробуждение было. Ну, наверное, там что-то другое было еще, но я считаю, что для того, чтобы пришло пробуждение, нужна проповедь. И нужны люди, которые будут, потому что, ну, если вот там так было, на мой взгляд, то это нарушает сам библейский принцип Пятидесятницы. Идите, проповедуйте, да, тогда зачем мы Богу, если просто подуло и всех накрыло? Ну, мы все знаем, исключения бывают. Сначала это исключение, потом мы узнаем какие-то факты, и потом мы узнаем о том, что не такое уж это было исключение по своей сути. Вот. Ну, я надеюсь, вы поняли, про что я говорю, да? И вот если вы вернутся к этому самарянину, который имел с собой масло, имел с собой вино, это символ Святого Духа, что вино, что масло, которое он использовал для того, чтобы помочь и исцелить этого человека. У него это было. И я сегодня хочу спросить тебя, христианин, ты имеешь Святого Духа? Спроси сам себя, просто. Если ты имеешь, то делай. то делай. Молись за людей. Молись за людей. Возлагай на них руки и молись за людей. Тебе покажется, что это не очень надо. Или кто-то сделает это очень редко, и тебе скажут, ну, я делаю вообще. Была ситуация, я сделаю. Но нужда большая. Нужда большая. И еще раз говорю, мы должны иметь это правильное откровение в плане греха. Мы забываем о том, что многие люди, например, отказываются это делать, молиться за... потому что человек грешит или согрешил, или вообще он там прям ужасно как-то грешит. У тебя есть понимание того, что это не совсем человек? У тебя есть понимание того, что это разбойники? Вот я говорю, что мне в последнее время ну, как бы, я действительно много боролся за людей. Много-много. И несколько, ну, как годы уже. И вот иногда руки опускались. И я, но единственное, что я понимал и что я могу делать, это вот в принципе вот в такие моменты какие-то, да, искать какие-то моменты, где я могу за них молиться. Иногда лично, иногда групповой молитвой там и так далее. И вот просто, знаете, потому что, ну, на самом деле вот исцеление и изменение, они происходят от Бога. Это Бог делает. Ну, Бог хочет, чтобы в Боге участвовать. Другими словами, я бы так сказал, Бог не может без тебя. Бог тебе дал это. Бог нам дал такой процесс, чтобы вот, он же, да, сказал, идите, да, научите все народы. А потом сказал, вы будете когда идти, вы будете возлагать руки, и больные будут исцеляться. Бесы будут выходить. Но если ты не будешь возлагать руки, то как будут больные исцеляться? Мы иногда хотим, чтобы вот это, ну, вот так вот произошло. Бог нам дал уже все. Пятидесятница в наших руках. Он хочет, чтобы ты подходил к людям, да? Ну, я не говорю про то, что на улице подходил. Знаете, как, ну, многие люди, вот я когда это практикую, они готовы и хотят, чтобы за них кто-то помолился. Вот кто это практикует, кто это делал, они это знают. Человек практически никогда не отказывается. Никогда. Знаете, где вся проблема? Вот в нас, в наших комплексах, то, что мы не верим сами в это. Мы хотим иногда Евангелие до человека донести логически, вот знаете, все объяснить ему, все вот прям убедить. Но Иисус, он когда проповедовал, он потом всегда возлагал руки. Всегда или сразу. Но это была часть его служения. Он переживал за людей. Он знал и все, которых он касался, все, кому он служил, они все исцелялись. Скажи Аминь. И нам нужно вернуться в это понимание, в это откровение, понимаете? Иначе вот как мы, Боря сказал, да, сейчас коллективный Иисус. Да? То, что мы его церковь. И вот у нас у всех мы должны стать, как этот самаряня. Есть человек, есть проблема, давайте будем молиться, давай будем возлагать руки. Будешь, хочешь, я с тебя буду молиться. Согрешил человек, упал опять. Я говорю, вот, я сегодня просто, ну, вот хочу, ну, я действительно, вот, я, мой мотив в конференции, сейчас, в данный момент, самое основное, это мои ребята. Я очень хочу, чтобы просто Бог исцелил их. Я призвал многих из вас сюда, потому что я верю, что мы вместе продолжим за них молиться и сокрушим что-то, что они не могут победить. Понимаете? Потому что, знаете, так некоторым нравится смотреть на Максима Зеленцова, который делает репцентры, у него там курят, ха-ха-ха. Понимаете? И мне хочется сказать, а где вы, христиане, где вы вообще? Приедьте, послужите, знаете? И поэтому я благодарен там Александру Чеснокову, да, который, пастор из Новокуйбышска, которому я говорю, там, Саня, надо, проведем энкаунтер, да, проведем. Потому что он верит, он знает, что это работает. И мы провели энкаунтер, и я говорю, что мы видели, что люди пошли вперед. Знаете? А многие, знаете, просто, вот они в интернете посмотрели, и там, и вот думаешь, ну, знаете, мне все равно, как бы, я, честно говоря, даже не обижаюсь. Мне, ну, как бы, у меня чуть другое мышление по этому поводу. Мне немножко жалко этих людей, потому что я знаю, что у них когда-то потом откроются глаза на то, что они не делали, знаете? Что они вот подобно вот этому фарисею и левиту просто, ну, глянули на нужду и прошли мимо. Потому что, ну, нормально все, самое главное, это вот моя внутренняя чистота, и так далее, да? Самое главное, это мое христианство. Я не грешу, и слава Богу. возложить в своей руке это ответственность. А вдруг с первого раза не получится? А вдруг вот он не исцелится? я верю, я вижу, что люди исцеляются, люди меняются. И даже вот, ну, я не могу сейчас там, да, рассказать каких-то там мощных свидетельств там про своих ребят, да, про то, что у меня там в служении произошло, но это было, и это есть, знаете, и Бог работает. И я вижу, что Бог живой. И Бог дает эти откровения, и я, ну, вот, понимаю и верю, что нужно это делать больше. Поэтому, вот, то ко мне приезжали пастыра, приезжают учителя, там, или, я как бы вам благодарен, что вы приезжаете, что поддерживаете меня, что нас поддерживаете, да, что сегодня будете поддерживать, что я знаю, что вы сегодня будете молиться за моих ребят, за наших ребят, за людей, как у кого есть нужда. И я хочу, чтобы, ну, как бы, вот, вы это сделали от всего сердца с жаром сегодня, да, с верою. И я от себя хочу вам тоже, как бы, пообещать, что когда вам нужно будет, чтобы я приехал и встал с вами за ваших людей, за, вот, то я приеду. вот, и я хочу, чтобы вот мы именно таким образом вообще, ну, поняли, что для чего мы, кто мы, да, что на самом деле Бог хочет спасать людей. И Бог может спасать людей намного больше. И исцелять людей может намного больше. часто просто мы не ставим свои руки на это. Мы не верим в свои руки. Мы иногда не верим в это. Мы иногда, вот, ну, действительно, стали такое, вот, либеральное, да, христианство, оно, мне даже, я думал даже, ну, вот, Егор Владимирович еще нам поговорит, да, про важность обучения, да, но для меня обучение стало тоже очень важным таким процессом, что мне казалось, что как раз вот МТИ или что-то это больше близко к либеральному христианству, где там меня просто научат знать и часто вот некоторые так к этому относятся, да, что вот, а, что эту теорию я там буду, вот мы здесь практикуем МТИ, да, и вот учителя, они не против, никогда не против того, чтобы христиане делали то, что они должны делать, чтобы они проповедовали Евангелие и молились за людей, возлагая на них свои руки, потому что, если мы посмотрим на, говорю, как там все двигалось, Филипп был в Самарии, Евангелие начало действовать, проповедь Евангелия начала действовать, люди стали креститься, но написано, Дух Святой не сходил ни на кого, и вот, когда я поучился в институте, мне там сказали, что это не был апостол Филипп, оказывается, да, это у нас был евангелист Филипп, правильно ли? и вроде, что, в чем проблема в имени, что у него не было апостольского звания, и поэтому Дух Святой не сходил? Как вы думаете? Я внутренне, как бы, убежден, что у этого человека просто не было откровения, как сходит Дух Святой, у него не было апостольского терзновения, а не то, что эти были там старше, просто он еще не до конца понимал, как это все работает, поэтому проповедовал Евангелие, крестил, написано, Дух Святой не сходил, но когда пришли Петр и Иоанн, его стали возлагать свои руки, и Дух Святой начал сходить. Знаете, для меня вот, поэтому апостол Павел, он и стал таким, как бы, великим человеком, все это, ну, как бы, понявшим, что его Иисус послал, и он просто во всем этом разобрался, он просто вот смог это все практиковать, он стал это действовать, вот, он сказал, он же так сказал, он говорит, я не пошел в Иерусалим, чтобы советоваться с плоти и крови. Он был настолько пропитан Писанием, да, и Дух Святой ему все это вот открыл, как это работает, что это работает на самом деле, что он сразу, ну, как бы, вот он пошел, и он делал это Божье дело, и вот мы знаем, там, он был в Ефисе, нашел там учеников, на которых Дух Святой не сошел, которые не знали, и он очень быстренько это все исправил, поставив на это свои руки. И действительно, мы вот смотрим, что вот апостол Павел, он, он как бы стал апостолом в процессе. не то, что вот как ученики, назвал их апостолами, пошли, но он стал апостолом в процессе. Их даже вот, ну, двоих называли апостолами, если мы так пойдем, то мне, конечно, присутствие Егора Блазировича, оно оказывает влиянию, но точно ли он в процессе стал или нет, да? Ну, там даже просто, если по Библии мы смотрим, там было Варнава и Савл, Варнава и Савл, а после одной ситуации, когда он запретил, там, и прямо сказал этому, Елими, по-моему, Волхву, да? После этого сразу меняется, он уже, его зовут Павел, и его называют первым. И когда он пишет свои первые послания к фессалоникийцам, он не пишет, что он апостол. Хотя он уже ходит и евангелизирует, и так далее. Но я думаю, что вот это вот апостольское откровение, апостольский элемент к нему пришел в процессе. Это я так верю, это мое мнение. И поэтому, вот знаете, я верю, что Бог, ну, хочет и нас так же использовать. Не то, что ты должен возлагать руки, потому что ты апостол, а потому что ты понимаешь, что Дух Святой сходит, если ты веришь. И Дух Святой сходит не потому, что на человека, не потому, что он грешный или перестал грешить, или он изменил свою жизнь, он сходит, потому что разбойники, знаете. Иисус пришел в подобие плоти греховной, осудил грех во плоти. Он сказал, что грех виноват, разбойники виноваты. Поэтому вот вам масло, вот вам вино, исцеляйтесь, поднимайтесь и живите. Понимаете ли я? Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Продолжение следует...